Продолжение следует... 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 Поэтому, чтобы не было вопросов в процессе обсуждения, есть заключение или нет, оно получило заключение от одной комиссии и может быть включено в повески дня в сегодняшнем заседании. Спасибо. Голосование о принятии повески дня за основу. Кто за? Против? Не сдержался. Единогласно. Выносится на голосование предложение о внесении изменений в приложение номер один к решению Совета Муниципи Беллс номер 14-5 от 21-12-2017 года о подтверждении договора о субсидировании МП Дорожно-Ремонтное строительное управление Беллс на 2018 год. Кто за? Кто за? Кто? Против. Ну,. Кто взносится на голосование предложение о внесении подвески invites. Вносится на голосование утверждение повестки дня в целом, простите. Уважаемые советники, предлагается для утверждения следующий регламент заседания. Для доклада по вопросам повестки дня до трех минут, для обсуждения до двух минут, для рептик до одной минуты. Солебникам предлагается выступать не более много раз по одному и тому же вопросу. Если нет других предложений, заключения, я хочу проголосовать. Кто за? В руке, кто сдержался, единогласно. Уважаемые коллеги, в соответствии со статьей 20-й, частью 1-го закона о местном публичном управлении, необходимо назначить рядовой советников, присутствующих в заседании, подписать решение совета, в случае, если председательство не сможете их подписать. Предлагаю кандидатуру советника Балавы Сергеевны. Кто за? Против? Сдержался, единогласно. Предлагаю создать на трене первый вопрос в повестке дня. О выдвижении кандидатов, членов, окруженного избирательного совета в муниципе Беллс. Прошу предоставить заключение специализированную консульциативную комиссию. У кого советников есть вопросы, есть предложения? Пожалуйста, кандидата. Вопрос, Елена Викторовна, да? Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, вот госпожа Ольга Савчук, какой имеет опыт работы в отпружных советах предыдущих выборов? Госпожа Ольга Савчук, она была начальником юридического управления юрист-консулом в районном совете СНЖ. И в то время, когда она там работала, она имела опыт работы в окружном избирательном совете. Ну, это отшел. Все, прошу. И голосуем по принятию проекта «Решение за основу». В целом, кто за, против, сдержал все эти согласны. Переходим к просмотрению второго вопроса. Возвращение к я. В заключении, посадят, какими комиссиями, пожалуйста. Комиссия КПТ-черестри, нельзя сказать, то есть, и более подключительные. Пожалуйста, господин. В голосовании, нахожусь в администрации. Спасибо. Господин Марков, пожалуйста. Но буду голосовать. Не буду голосовать, есть интересы, и просто я Маркина Савельевна. Спасибо. У нас еще вопрос, наоборот, советники. Господин, вы участвуйте, пожалуйста. Спасибо. Я задам вопрос, если можно, Виталий Викторович. Виктор Викторович, смысл у вас? Пункт 1, последняя модуляция, последние строчки, добавят до утверждения новых тарифов на рост муниципальных отходов. Я так понимаю, что мы на следующем заседании муниципального совета будем принимать тарифы. Какой смысл для того, чтобы мы не пытались праздновать это было? У меня есть предложение, я не справлюсь. Павел Санисович, да. Вы правы, что на ближайшее заседание, возможно, будет подготовлен и вынесен на рассмотрение Совету проект решения об обучении новых тарифов. Будут ли они приняты или нет, я не знаю. Мы все-таки подстраковываем, неся в отношении того момента, что бывают разные обстоятельства, вдруг советы могут не устроить те расчеты, которые будут представлены в данном проекте решения. И предложение именно юридического управления заключалось в том, именно до утверждения новых тарифов, потому что на самом деле существующий сейчас тариф, он не покрывает тех расходов, которые несет сейчас муниципальное предприятие ГРСУ, оказывая услугу по вывозу твердых годовых отходов. В связи с этим еще в декабре 2017 года муниципальный совет выделил денежные средства для подкрытия этих расходов. И мы сейчас приводим в соответствие с учетом того, что в начале было принято решение о выделении денежных средств, а только лишь в конце декабря 2018 года был заключен договор. Да, это наше упущение, с учетом того, что мы сразу не включили данный договор, данное положение, но принимаем во внимание, что вот эти денежные средства, которые муниципальный совет выделяет, это является чистым субсидированием, исходя из действующего законодательства, и это является чистым субсидированием, исходя из действующего законодательства. Мы хотим, чтобы отдельным пунктом, чтобы здесь указать эту сумму, там, 700 тысяч тысяч лет, насколько я понял вчерашнего разговора, и чтобы это можно было решать. Мы понимаем, что сегодня стоит ситуация, что перечислить на финансы средства ДСУ для того, чтобы они могли выдать заработную плату работникам. Что мешает нам указать отдельным пунктом, добавить отдельный пункт, эту сумму, которая идет в праздниче тарифа по приему мусора на полигон. Мы знаем, мы вчера говорили, вот, с одним руководителем, с другим и так далее. Я тоже, кстати, предлагаю, чтобы отдельным пунктом указать сумму, разницу, ну, тарифа инициатива, разницу платы за приема мусора на полигоне, которая соответствует предыдущему периоду времени и последнему периоду времени, который вчера улучила Вера Александровна. Продолжение следует... 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 Но я не знаю, что в ОЛУ на 2-3 часа ватура честного процесса для анкетов и контракта по персональной фишке и персональной жюри, когда она была в Венитруже, в Дирекция Конструкции Капиталя, в Дирекция ДРЦД требуется обладать очистительную очевидную начальность в бюджетную начальность. Привет! У меня опять еще вопрос. Скажите, пожалуйста, эта норма сейчас вступит в силу после выписания решений. Будет ли закон о применении этой нормы за те работы, которые были выполнены в ДРЦД? Уважаемые свидетельники, мы просто приводим на данный момент в соответствии с ранее применением решений. Мы уже до этого года в 2017 году, 15 февраля, принимали решение, насколько я помню, о выделении денежных средств муниципального предприятия в ДРЦД, в связи с возникшей ситуацией о уборке твердых бытовых отходов. Насколько я помню, основание этого решения послужило то, что была создана чрезвычайная комиссия на уровне премьер-министра. Тогда были подняты все вопросы, разлучены проблемы, и муниципальный совет, исходя из тех проблем, которые существовали, решили выделить данные денежные средства. Мы просто уже по спаду приводим в соответствие, и денежные средства как бы были выделены согласно решению муниципального совета. Здесь никакого нарушения нет. Но чтобы дальнейшее выделение денежных средств, и с учетом того, что после уже выделения решения был принят договор с субсидированием, мы его приводим в соответствие. Так как вот эти денежные средства, которые вы выделяете, вы выделяете разницу расходов между несоответствием тарифов, и муниципальный совет принял решение подрывать их за счет муниципального бюджета. Это подпадает под субсидии в соответствии с действующим законодательством. А так как у нас заключен договор с субсидированием, с данным муниципальным предприятием мы просто носим неспоминание. Второе место. Голосование вопросов. Кто за данным проект решений? Против? Выдержался? Шесть человек. У меня следующий вопрос в следующей порядке. У меня вопрос и запрос стоит. Если есть. Пожалуйста, господин Голосов. Ко мне обратились к себе в улице Переуха Гагарина и в улице Сатаряна, в частности, произвести ремонт в первом варианте и в их проекте участия. Я же допустил, я скажу две вещи. Спасибо. Еще? Господин Голосов. На личном приеме обратился гражданин нашего города, который по вопросу общественного транспорта просил, чтобы на маршруте 25 написали схему маршрута и объявляли остановки не только на русском языке, но и на государственном. А также он же обратился по поводу рынка, продуктового рынка, там ценю и у многих торгующих только на русском языке. Также просил, чтобы было и на государственном. Я обращался с некоторыми запросами на прошлых заседаниях и хочу обратить внимание руководителю премарии, что вот я сегодня получил ответ, который дул запрос 8 февраля. Зарегистрировал, конечно, с 7-мим числом, то есть якобы за один день до истечения данного срока. Но получил я его только сегодня, что у нас нет электронной почты, у нас нет почты Молдовы, для того, чтобы отправить и так далее. То есть я не понимаю вот этого всего. Поэтому хочу обратить внимание, что есть законодательства, которые предусматривают ответственность за непредоставление информации или ответа на петицию, то есть запрос в срок. И поэтому мы предусматриваем штрафные санкции. Чтобы потом не удивлялись, что кто-то придет и будет штрафов. Спасибо. 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 Не знаю. Вопрос, наверное, в том, что я с замклимаром, я бы хотел получить ответ. Остаток финансовых средств не использован в 2017 год. Далее. Где выпущен этот статус, на какой стадии находится, и какая сумма финансовых средств в этих денег потрачена куда? На что? Повторить вопрос? Спасибо. Перевышен? Не надо. Спасибо. Для каких целей, естественно, используем? Следующий. На предыдущем заседании муниципального совета у меня был вопрос по к руководству канала, на руководству комарии, не знаю, как будет. По вопросу тех материалов, которые стоят и ликвидными, так законом он называется, ликвидный материал, невозможно использовать его для работ, проводимых на предприятии. Да, я получил ответ, но кроме того, что получил перечень материалов, а меня интересует не только перечень материалов, а что мы с ними будем делать. Какое предложение было? Продать, аукцион передать, вернуть может быть, ну не знаю. Предложить другим районам эти. Четыре миллиона рублей было на огромная крупная сумма денег, за которую мы без интереса, за которую мы еще платим процентную ставку в виде кредита, где мы получили. Поэтому сам перечень не совсем не удовлетворяет, если можно, а именно ввести ту ситуацию, что мы дальше будем делать, кому мы обратили, что мы будем делать дальше. Пожалуйста. Павел Леонидович, если позволится, вы на прошлом заседании просили, чтобы мы лично дали перечень того имущества, которое лежит на складах. Также на прошлом заседании госпожа Руссу сказала, докладывала, что были подготовлены письма правительства о том, что было заседание, которое провел господин Армаш, министр финансов, который взял Кайман для того, чтобы рассмотреть такая же ситуация и во всех других районах, которые взял тогда этот Кайман. Поэтому на сегодняшний день вопрос. Сегодня мы ждем решения правительства. Как оно будет решено, так оно и будет дальше. Потому что мы дали наше предложение, чтобы они были или распроданы, или взяты, или вернуты, или вернуты в какой-то другой районный совет, в другое административное территориальное отделение. Потому что те трубы, которые сегодня сейчас на складах, не могут использоваться в городе. Поэтому ваши все запросы здесь зафиксированы. Если у вас есть вопрос, спросите, пожалуйста. Я понял. Спасибо. Третий вопрос. Я вчера обратился и предупрежден к Мурскому. Самый вопрос. Можно получить полный ответ по финансам. Сумма финансовая среда перечисленная муниципальным советом ДСУ общая. По отчетам ДСУ, куда использованы финансы и средства, сегодня Вера Александровна вкратце доложила информацию, вкратце внизу. И та сумма, которая осталась невостребованной, использована по назначению, она, я так понимаю, со слов Веры Александровны предназначена для возвращения в муниципальный совет. Потому что не сам понял, да? Я только хотел это все равно получить в таком писанном виде. Я знаю, что он уже есть, уже Геннадий Штунский, наш замплимар, знает эту ситуацию. И последний вопрос. К сожалению, я получил некоторые ответы, которые адресованы мне, когда Николай Николаевич, исполняющий данность и примара, вел заседание комиссии по общественной безопасности. Да, правильно? Да? И очень четко подтверждали мою фамилию. Значит, есть твой вопрос, я не чуру из своей фамилии. Это первое. Но я не в этом ничего не хочу сказать. Я хочу сказать, что как производилась загрузка и высадка пассажиров транспорта по улице 31 августа, возле прихода Константина Елены. Это раз. Второе. Возле детского садика чуть ниже. Это два. Третье. Улица 31 августа, улица Штефан Челмая, возле дома офицера военного. Три. Я думаю, это перечень можно продлевать и продлевать. Так оно и проводится. Как ночуют сутки или большегружные машины по улице Йорга, так они и ночуют никто абсолютно и ничего, даже не сам. Как находится на проезжей части прицепка перевозки электрого транспорта без опознавательных знаков, когда можно наехать в ночное время и сделать аварийную аварийную в полном смысле слова, так он и существует. То есть абсолютно в данный момент ничего не самим. Я не учил, я говорил, что я могу принять фотографии тех большегружных машин, которые ночуют сутками стоят на проезжей части улицы Йорга. Я предполагаю, что те предприятия, которые являются сотрудниками предприятий, которые делают перевозки грузов, они имеют наверняка территорию, базы, где можно транспорт, парковать, потому что он сутками находился не на проезжей части по улице Йорга, а на территориях собственных базы. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Горисович. Павел Васильевич, значит, на отчет Вашей фамилии. Мне задан был вопрос. Кто задал данный вопрос из советников? На что я ответил? Иордан, Кучацкий и Григоришин. Я назвал три фамилии, не только Ваша одна. Это насчет фамилии. Дальше. Насчет того, что стоит данный транспорт по этой улице. Мне было отвечено работниками полиции, что нарушения дорожного правила здесь нет. Вы подняли сейчас опять вопрос. На комиссии по безопасности я опять подниму этот вопрос. И пускай они уже говорят на все телеканалы, что нарушений правил дорожного движения в данном случае нет никакого. Единственное, что они усмотрели, это нарушение возле воинской части и Константина Елена выгрузка и загрузка пассажиров. На что я поднял этот вопрос и сконцентрированного внимания не было отвечено. Машины в Volkswagen вместимостью 6-7 мест, они не являются перевозчиками. Хотя мы все знаем, что это они перевозят данных пассажиров. И опять подниму этот вопрос. И опять это проще от себя и от вас. Спасибо, Николай Николаевич, я подчеркиваю, что это большегрузные автобусы, которые грузятся на улице 31 августа. Это не Volkswagen 5-7, а 10-7. Работники полиции сказали, что большегрузных автобусов там нет. Вот так ответили мне. Насчет стоянки возле метро сказали, там карман, который разрешается по правилам дорожного движения стояться, парковаться. Насчет глупого заправки, где стоят, как вы говорите, прицепы с формой. Мне тоже самое ответили, что правила дорожного движения не нарушились. Здесь никаких нет. Это карман. Но этот вопрос мы опять поднимем и опять получим на него ответ. Спасибо. Постояните. Пожалуйста. 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 И проблемы были больше, и они врагуют для себя. Обвинять Маху, Жиринета тоже прошло время. Сейчас должны быть результаты. Мы видим дороги в ужасном состоянии. Мы испарим предприятие в ужасном состоянии. Поэтому здесь нужно срочно менять решение по организации всей системы. Продолжение следует. 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 уже рассматривают, и в том числе и вечно, то это есть ответы на те вопросы в то письмо, которое вы направили в мой адрес в том числе. Спасибо. Господин, вы часто вам было направлено на письмо, потому что вы на тот момент не являлись членом данной фракции. Поэтому мне, вы должны представить, во-первых, что вы вошли в членство в данную фракцию, сначала что есть фракция, фракция фактики коммунистов, а уже второй, что другой протокол о том, что данная фракция распалась с партией коммунизма и создана новая фракция. Господин, средний может задетарировать даже узко то, что является фракцией, сделанной какой-то фракции. Поэтому, согласно закону 457 о создании фракции, о них инфекидации, нужно быть фрактором. Правильно, правило, создание не было, а в том, что в участке входит или выходит, было достаточно... Не было, потому что на тот момент, когда господин в участке вошел, мы ее создали в фракции, мы читали, правильно, господин, вы понимаете, что любой другой рот закрыли. Но вот протокол, и этот протокол есть, я могу представить с места массовой информации, фракция создана из трех советников, господин Погонский, господин Маху и господин Черный. Поэтому любые изменения, которые делаются, делаются протокольной записью. Вы не решение принимаете, вы можете принимать решение, если у вас есть положение, деленное созданное в фракции. Но нужно соблюдать принципы. Правильно, поэтому... Давайте с вами сказать, что в одной из фракции вы потеряли три часа, за длительную... Есть фракция или нет фракции. В конце концов, что вы предрешение фракции, давайте терять время, я закончил свое выступление. Фракции не было, и в последней результате не было с фракцией партии коммунистов, а было только с одним членом. Господин Погонский, я получил вашу выступление, что вы не понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете. Господин Маху. Субтитры делал DimaTorzok Și pentru o știință următoare, 29 de acela 8, ca păducea întreprinderea canal, să vină cu o listă de măsuri care va întreprinde pentru a rezolva problemele cele mai lucruri. Mă refer la datorile pentru salare pentru personalul întreprinderei. Care sunt acțiunile pentru o posibilă reformare a întreprinderii, luând în considerare regionalizare serviciului. Pentru că, repede întreodată, fostul vice-director, Sergiu Rusu, care a fost invitat pentru a încerca să reorganizeze această întreprindere. Pentru că înțelegem că toții, ea nu poate îndoace aceste datorii, nici în următorii 10-100 de ani. Doar prin reorganizare, reformare, poate adevărat această rezolvare al problemelor. El a fost concediat din motive necunoscute. Pentru mine, cel puțin. Cu denumirea prof din privur. Pentru mine este, de fapt, o întrebare clară, deschisă, de ce s-a întâmplat acest lucru. Și în cazul când el nu a realizat cei ce trebuia să facă, atunci să vedem ce la fapt ce între conducerea de clinică, pentru că problemă este foarte serioasă. El în faptul că avem probleme cu evacuare de șurur, problema a întreprinderea pe noi este cea mai gravă. Dom'le, ași mulțumesc. Eu declară că mă adubesc la acțiunea, în formato, care nu spus, priviră la dezvoltare nu și trebuie. Da, eu vă mulțumesc. În timpul că mă aducă la franțul meu, nu în formato, care nu dezvoltarea franțului. ... ... tochedă peste0... ... ... Против? Сдержался? Спасибо большое за участие.